Сегодняшняя тема. После праздника нужно устраивать разгрузочные дни, при подготовке к торжеству тоже, если требуется сбросить пару килограммов для любимого наряда, считает Елена Малышева. Врач и телеведущая рассказала о своем варианте очищения организма. Первый день, гречневый. Все очень просто, вы берете стакан гречки и вечером заливаете ее 3-4 стаканами кипятка. Оставляете на ночь. Утром разделите это на порции, минимум 4, максимум 8, и ешьте целый день. Из напитков допускается вода или чай. Так, за день вы съедите почти килограмм гречневой каши. Второй день, полстакана сухой гречки заливаете двумя стаканами кипятка. Плюс нужно выпить 1 литр кефира. Это на весь день. Берите любое количество порций, хотите, гречу вместе с кефиром, можно и чередовать. Третий день, это стакан гречи, залитый 3-4 стаканами кипятка, плюс 500 граммов огурцов, рассказала Елена Малышева. В оставшиеся два дня рацион такой, на четвертый день повторяется меню второго дня, гречи и кефир, а на пятый, заключительный, первого, только греча и чай, вода. Трудно, трудно, но если по зарез надо втиснуться в новогодние платья или почистить организм, потерпеть можно, подытожила Малышева. Напомним, обычно врачи к словосочетанию «почистить организм» относятся скептически. Кандидат медицинских наук, хирург-колопрактолог Анатолий Недозимованный в интервью, доктору Питеру, назвал чистку организма сказкой «сказки о шлаках», и необходимости регулярно их отмывать тем или иным способом, полный бред и мракобесие. Для людей с медицинским образованием это аксиома, не требующая доказательств. А похудение в обнимку с унитазом, действительно, эффективно. Но гастроэнтерологи говорят, что здоровым его не назовешь.